все пытаются уничтожить россию все они потерпели неудачу но я думаю что они попытаются атаковать крымский мост я думаю что они попытаются атаковать аэродромы и нефтеперерабатывающие заводы путин сейчас не занимается зарабатыванием политических очков так что если его инаугурация состоится в безопасном месте которая будет транслироваться по телевидению для людей так тому и быть считаете ли вы что страны нато попытаются сорвать инаугурацию президента путина и день победы с помощью еще одной террористической атаки ну что же я думаю что они это сделают я не знаю собираются ли они атаковать но они не дойдут до москвы так что они не могут этого сделать но я думаю что они попытаются атаковать крымский мост я думаю что они попытаются атаковать аэродромы и нефтеперерабатывающие заводы. Я думаю, что они попытаются совершить террористические атаки против Москвы. Посмотрим. Вы знаете, я знаю, что Красная площадь была закрыта на Новый год из соображений безопасности. Я знаю, что в прошлом году в День Победы были опасения по поводу проведения Парада Победы на Красной площади. Они его провели, но не разрешили шествие бессмертного полка по Москве. И знаете, нам известно, что 3 мая украинский беспилотник нанес удар по Кремлю. Я полагаю, что все это и многое другое будет предпринято, чтобы сорвать его инаугурацию 7 мая и Парад Победы 9 мая. Я не могу говорить за российское правительство и никогда не стал бы на это претендовать, но основываясь на их прошлом прецеденте, я думаю, что они собираются сделать все возможное. Они могут обеспечить поддержание безопасности вплоть до возможно закрытия публичных мероприятий, потому что они не хотят подвергать потенциальному риску общественность в целом. Путин сейчас не занимается зарабатыванием политических очков. Так что если его инаугурация состоится в безопасном месте, которое будет транслироваться по телевидению для людей, так тому и быть. И если парад в честь Дня Победы придется отменить, так тому и быть. Дело не в том, что вы знаете, это не удобство, а не поражение. Но да, я действительно думаю, что Запад собирается предпринять согласованные усилия, чтобы помешать обоим этим событиям. Была ли у вас возможность задать Путину один вопрос или несколько вопросов? Какой вопрос вы бы ему задали? Я имею в виду, что вы могли бы встретиться с ним однажды, когда поедете в Россию. Я верю, что вы так и сделаете. Ну, я не знаю. Но, во-первых, я не участвую в политических играх. Меня больше интересует, знаете ли, кто такой Владимир Путин. И я думаю, что если бы я мог задать вопрос, который помог бы людям понять, кто он такой, то это был бы хороший вопрос для ответа. И я думаю, что период времени, который не слишком хорошо изучен, это то, что произошло между тем, как Владимир Путин стал президентом, и примерно в 2005 году. Он унаследовал страну, которая была в корне разрушена. Но к 2005 году он начал возвращать ее в нормальное русло. Я хотел бы знать, каковы были его приоритеты, а также на какие компромиссы он шел. Какие вопросы необходимо было решить, но он не смог их решить, и почему он не смог их решить. Я думаю, что теперь можно спокойно говорить об этом. Я не думаю, что иногда возникают неуместные вопросы, когда не хочется ставить людей в неловкое положение. Но я думаю, что прямо сейчас я спрашиваю Владимира Путина об олигархах, об отношениях, которые были у олигархов с Россией, и об отношениях, которые были у него с олигархами, и как он это сделал. Справишься с этим? На какие компромиссы ему пришлось пойти? Потому что, как вы знаете, олигархи во многих отношениях были системой жизнеобеспечения украинской или российской экономики, но они также высасывали жизнь из России. И поэтому необходимо найти компромисс. Вы должны поддерживать в России систему жизнеобеспечения, и вы не можете ее отключить, даже если вы знаете, что это также истощает Россию. Так что здесь есть компромисс. Я бы хотел разобраться в этом поглубже. Я хотел бы поговорить о том, насколько глубоко за разы десятилетия правления Бориса Ельцина проникла в структуру России. Как далеко зашла эта коррупция? И на какие компромиссы пришлось пойти, чтобы позволить существовать определенным вещам, которые по логике вещей не должны были быть разрешены, но поскольку Россия была настолько больна. Вы должны были позволить этому происходить. А как он принимал эти решения, как он все это уравновешивал? Вы знаете, каковы были его приоритеты? Как ему удалось привести Россию туда, где она сейчас находится? Потому что я знаю, что эта война сделала пару интересных вещей. Во-первых, она решила проблему олигархов для Владимира Путина. Так что эта проблема решена, потому что Запад ввел против них смертельные санкции. И сделав это, Владимир Путин смог ввести новую политику, законы и процедуры, которые больше не позволяют выводить деньги из России. Раньше олигархи, знаете ли, грабили Россию вслепую, крали миллиарды. Теперь они этого не делают. Все эти деньги должны быть реинвестированы в Россию. Это совершенно новая вещь. Это позволило России возродиться. И вот в этом году у него были выборы, на которых он получил потрясающий мандат. Вероятно, это его последние шесть лет, и знаете, что я думаю, он частично участвовал в них, сейчас идут разговоры о том, чтобы навести порядок в доме, и он собирается это сделать. Буду убирать в доме. Это что, окончательное очищение? Вы знаете, что если у вас дом настолько грязный и испорченный, я имею в виду, что гниль проникла в балки и фундамент. Но вы же хотите сохранить этот дом. Вы же знаете, что это дом с историей, которую стоит сохранить. Вы должны расставить приоритеты в том, что вы собираетесь делать, и у вас должен быть план того, как вы собираетесь восстанавливать дом, чтобы сохранить структурную целостность при демонтаже и уборке. Когда вы заменяете балки? Я думаю, что мы находимся на заключительном этапе, когда будет уничтожена последняя крупица коррупции и будет представлен полностью восстановленный дом России. Что это за последняя фаза? Что именно, когда он говорит об уборке дома прямо сейчас? Что он убирает и почему этому разрешили остаться до сегодняшнего дня? Это вопросы по этому поводу, потому что это показатель того, как человек ведет себя под давлением. А Владимир Путин находится под давлением уже четверть века. Все пытаются уничтожить Россию. Все они потерпели неудачу. Россия сегодня великая нация, которая преодолела все проблемы и оказалась в очень хорошем положении. Русские гордятся тем, что у них есть на то причины. Это все благодаря тому, что Владимир Путин сделал со своим руководством. Но он взял страну, которая в буквальном смысле находилась в хосписе на жизнеобеспечении, готовая к подключению к сети. И сегодня перед людьми стоит чемпион мира. И вопросы, которые я бы задал, были бы сосредоточены именно на этом, потому что я думаю, что это не только помогает представить Россию в надлежащем свете для западной аудитории, но и многое говорит нам об этом человеке, о качествах человека, о его характере, о том, как он действует под давлением и почему он делает то, что делает. И возможно, Запад мог бы сделать кое-какие заметки.